Господи, каких только слов не найдешь, а ты их не найдешь никогда. И спасибо тебе, Боже, за то, что сегодня ты здесь. Дух Святой, сегодня двигайся от сердца к сердцу, дай нашим словам слышать тебя сегодня. Дай нашим сердцам услышать сегодня твои слова. Пусть твои слова будут услышаны. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Друзья, к сожалению, у нас сегодня, как я уже говорил, к сожалению, нет экрана. Немножко проблемы с вызовом с электричеством, но мы разберемся. Решим этот вопрос. Решим этот вопрос. Тема сегодняшней проповеди звучит следующим образом. Бог хочет, чтобы твоя жизнь сияла. Бог хочет, чтобы твоя жизнь сияла. Я хочу, чтобы вы попробовали сейчас услышать это не сквозь призму своей критичности или чего-то еще. Я хочу, чтобы вы попробовали взглянуть, вот как ребенок смотрит на родителя, который говорит ему, хочешь пироженку? И он верит, что получит. Кто помнит вот этот фильм, я не знаю, как назывался этот старый фильм, помнишь, дядя Петя, ты это... Помните, когда возлюбленный мамы съел конфетку, свернул вот этот фантик, дает мальчик, говорит, мальчик на конфетку, он разворачивает, говорит, дядя Петя, ты... Знаете, вот не так, давайте посмотрим. Я хочу, чтобы еще раз вы услышали, Бог хочет, чтобы твоя жизнь сияла. И знаете, это не положительное, не позитивное мышление. Это не позитивное мышление, это реальность, которую действительно хочет Бог. Кто из вас верит, что все, что Бог написал в Библии, Он написал для того, чтобы мы что-то для себя могли принять? Верите в это? Верю. Окей, то есть, буквально, если я читаю о чем-то в Библии, значит, то, о чем я читаю в Библии, Бог в этом приготовил что-то также и для меня. Я хочу вам прочитать в связи с этим одну интересную историю. Книга Исход, 34 глава, с 28 по 30 стихи. Всего лишь 4 стиха. Очень интересная, необычная и увлекательная история. И пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей. На горе, кто знает. Хлеба не ел и воды не пил. И написал Моисей на скрижалях слова завета. Десяти словия. Кто не знает, это не 10 слов, это 10 заповедей. Просто каждая из этих заповедей, она как, знаете, когда Бог сказал, да будет свет. Это слово, имеется в виду, он сказал слово. Поэтому называется десяти словия. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали откровения были в руке у Моисея, при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что его лицо стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы. И вот лицо его сияет. И боялись подойти к нему. Представьте себе, если бы вы увидели на улице сейчас какого-то мужика, который идет, а у него лицо сияет. Я сейчас не говорю, оно там, и глаз сияет. Не об этом. Я говорю, реально сияет лицо. Мы бы с вами сказали, ну два варианта, два варианта. Либо Господь пришел, либо человек в Чернобыле жил. Потушить надо. Потушить, да. А там не тушится, не гаснет. Так вот, смотрите, друзья, я уверен, что в это время Аарон и все общество Израиля, у них было удивительное, удивительное состояние. Они не понимают, что происходит. Но сегодня я хотел бы, чтобы мы с вами просто абстрагировали сейчас и поговорили немножечко о другом. Не о Моисея, а нас с вами. Так вот, я хочу вам сказать, прекраснейшее, благословеннейшее время быть в Божьем присутствии. Почему? Жизнь в Божьем присутствии неизменно производит влияние или оказывает влияние на жизнь человека. Согласны? Смотрите, мы иногда приезжаем в РИП-центр. Приезжаем в РИП-центр, и РИП-центр очень рад всегда нас наш видеть. Он всем вам привет передает, они сейчас с нами онлайн. Они всегда рады видеть. И они всегда хотят что-то сделать. Либо плов, либо шашлык какой-то делают. Они всегда. И знаете, ты побыл с ними, классно, так хорошо. Приезжаю домой. Смотрите, захожу домой, жена так. Шашлыки готовили. Как она это знает? Откуда? По запаху, правда? По запаху, по запаху. Вообще полностью. Еще когда вот так вытерся, да, тут все видно. Не, ну вы же понимаете, что если человек был возле костра, то понятно, что он будет возле костра. Есть жены, которые некоторые, как ее зовут? Вот. Иногда такое бывает, к сожалению, такое бывает. То есть, грубо говоря, где бы ты ни был, атмосфера оказывает на тебя влияние. Правда? Бывает же такое? Бывает. И это хорошо. Это прекрасно. Смотрите, друзья, Моисей пробыл 40 дней на горе с Богом в его присутствии. Бог что-то ему говорил, он спускается, и его лицо сияет. Вопрос. Сияло ли лицо Моисея вчера? Нет. Сияло ли лицо Моисея неделю назад? Нет. Сияло ли лицо Моисея, там, я не знаю, год назад? Нет. Сияло ли его лицо, когда он в Египте убивал там египтянина, чтобы защитить израильтянина, которого тот бил? Нет. Вопрос. Почему его лицо сияло здесь? Кто знает ответ? Я вам прочитаю. Здесь он написан. Смотрите, еще раз читаю. Не знал, что лицо его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Почему его лицо начало сиять? Потому что он был с Богом. Он был в его присутствии. То есть, лицо Моисея начало сиять. Вот почему я говорю, друзья, никогда, запомните, никогда нельзя пренебрегать Божьим присутствием, потому что во время Божьего присутствия что-то происходит с человеком. Правда? Смотрите, открою вам две простые тайны. Очень простые, но они очень понятные. Две вещи происходят, когда человек бывает в Божьем присутствии. Первое. Бог открывается нам таким, какой он есть на самом деле, а не таким, каким мы себе его придумали. Второе. Бог оказывает определенное влияние на нашу жизнь. Правда? Еще раз. Первое. Мы встречаемся с Богом таким, какой он есть. У нас в библейской школе, кто помнит, студенты, вот на прошлом уроке, мы как раз об этом говорили, у нас была тема «Личность Бога». Я говорил, вы знаете, у нас есть весьма свои какие-то странные представления о Боге. Я помню, однажды был какой-то праздник, ну вот религиозный праздник, который празднуют тут в нашей стране бывает. И я так подслушал, краем уха, разговор двух продавщиц. Одна другая говорит, сегодня большой праздник. Говорит, да ты что, серьезно? И что? Она говорит, нельзя работать вообще. А ты что, а что можно делать? Говорит, только есть и бухать. Вот, смотрите, в принципе, в принципе, ну все нормально. Слава Богу за людей, праздники чтят. В чем проблема? Проблема в том, что они не понимают отношения Бога к этому празднику, правда? Что Бог знает тоже об этом празднике, наверное, но Бог чего-то другого хочет, правда? Чем там не работать, пить, есть и все. Но вы же понимаете, что Бог чего-то другого хочет. Вопрос к вам, почему эта женщина так считает? Она не знает, какой Бог. Она его не знает. Смотрите, друзья, когда человек попадает в Божье присутствие, мы видим это по Моисею. Первое. Бог ему говорит что-то, он открывается ему таким, каков он есть. Никаким я хочу его видеть. Никаким мне нужно, чтобы он был. Никаким мне кажется. Никаким мне рассказывали о нем. Он, я с ним встречаюсь с таким, каков он есть на самом деле. Вы понимаете? Это первое. Откуда я это знаю, вы спросите? Очень просто. Моисей спустился с горы с десятью заповедями. Вопрос. Скажите, пожалуйста, кто являлся автором этих десяти заповедей? Моисей или Бог? Бог. Бог, когда давал эти десять заповедей, он отражал там Моисея или себя? Себя. Моисей спустился с откровением о том, каков Бог, правда? То есть, еще раз, в Божьем присутствии мы сталкиваемся с тем, какой Бог на самом деле. И второе. Вот это столкновение однозначно производит на нас влияние. Оно оставляет свой след. Понимаете? Оно оставляет точно свой след. Есть интересное такое наблюдение. Психологи сейчас проводят среди военных, которые там раненые или... Ну вот они попадают в мирную жизнь. Вы не поверите. Первый месяц. Первый. Ну примерно. Плюс-минус это не точно. Но примерно первый месяц многие из них, они спят, засыпают с включенным телевизором или радио. То есть, что-то, чтобы было шумно. Знаете почему? У них едет немножечко крыша, то есть, становится не по себе, когда вокруг тишина. Они не могут так спать. Они говорят, мы не можем так спать. Нам нужно, чтобы был какой-то фон, чтобы что-то там... Чтобы что-то, знаете, шумело. Это нормально. Они к этому привыкли. Психологически они не вывозят тишину. Некоторые... Ой, я так люблю тишину. Вот я дитя асфальта. Я родился в Киеве, вырос в Киеве, жил в Киеве, живу в Киеве. Я, когда попадаю в тишину на природу, мне становится всегда не по себе. Я не понимаю, что... Вот некоторые говорят, ой, так тихо, так хорошо. У меня какая-то паника начинается. Вы понимаете, у меня внутри нехорошее предчувствие. Чего тиши? Тихо. Вы можете себе представить, живя в Киеве, что вдруг наступила тишина? Это скорее сигнал о тревоге какой-то должен быть. А? Вы понимаете? То есть как-то непривычно. Так и этим людям. Но, смотрите. Моисей, он побыл в присутствии Бога, и это присутствие, что-то с ним, вот таким же образом, что-то произвело. То есть Моисей, спустя этих 40 дней, он спустился. Я уверен, он смотрел на Аарона, которого он знал с детства. Вы знаете, что Аарон был кем ему? Брат. Он смотрел на Мариам, на свою сестру, и он их не узнавал. Я более чем убежден. Он смотрел на старейших, на старейшин, которые вы что встретите, и он так, кто эти люди? Всего лишь 40 дней. Всего лишь 40 дней, 40 ночей он пробыл в присутствии Бога. И это оказало на него влияние. Друзья, вы понимаете, что человека, который побывал в Божьем присутствии, если он сегодня попадает сюда, вы тоже его вычислите очень быстро. Правда? Знаете, я иногда с верующими, с некоторыми так разговариваю, интересно. Я тоже на них, как на Моисеев смотрю. Просто они с другой горы спустились чуть-чуть. Он приходит, о, Зеленский такой, а эти такие, а здесь война, а дот сами знаете, какие, б-б-б-б-б. У них свои 10 заповедей. Убей, укради, обмани и так далее. У них свои заповеди. И ты слышишь, и от них сияет этими заповедями. Пахнет. Если не сказать сильнее. Ты чувствуешь этот аромат, исходящий от них. Почему? Потому что, еще раз говорю, когда ты сталкиваешься с любым присутствием, но с присутствием Божьим, первое, присутствие открывает тебе того, кто является автором Бога. И второе, оно неизменно оказывает на тебя влияние. Так вот, о чем я хочу сегодня сказать, друзья. Мы это видим, на самом деле, ведь не только в жизни Моисея. Я вам приведу два интересных примера. Смотрите, откроем место из Писания такое. Евангелие от Иоанна, первая глава. Евангелие от Иоанна, первая глава, восьмой, девятой стихи. Здесь речь идет у нас об Иоанне Крестителе. Написано, он, Иоанн, не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Я сейчас объясню вам это. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Смотрите, два интересных момента. Первый момент. Иоанн не был светом, правда? Не был. Но написано, он был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Что это означает? Иоанн встречался с Богом, и он, когда приходил, он являл людям этого Бога. Свидетельствовать это означает говорить, я знаю того, о ком я говорю. То есть, когда говорил Иоанн, люди видели о том, что он был с Богом. Они знали это. И дальше он объясняет, почему это происходит. Он говорит, так бывает свет просвещает каждого человека, проходящего в мир, приходящего в мир. То есть, когда любой из нас с вами, мы с вами, мы сталкиваемся с Богом, с Его присутствием, это неизменно просвещает нашу жизнь, оказывает влияние на нашу жизнь, если хотите. Есть такая вот лампа, если вы слышали, ультрафиолетовая, знаете, ультрафиолетовые лампы. Кто знает, их используют для кварцевания, то есть для уничтожения всяких там бактерий, микробов в больницах. Стерильно создают, знаете, видели эту лампу? А вы знаете, почему эта лампа, почему говорят, когда включают эту лампу, говорят, выйдите из помещения. Кто знает, почему? Она не просто просвещает, она действует, как ультрафиолетовые лучи солнца, и если ты будешь долго стоять под ней, то у тебя кожу обожжет. Если будешь смотреть на него невооруженным глазом, тебе глаза сожжет, сетчатку обгорит, будет ожог сетчатки глаза. То есть этот свет, вы поняли, свет, о котором он говорит, он просвещает, то есть буквально он оказывает влияние на жизнь человека. Вопрос, глядя на жизнь Иоанна Крестителя, если кто-то читал в Библии, оказало ли на него влияние встреча с Богом? Однозначно. Свет Божий виден был в нем? Виден, потому что этот человек, смотрите, он ходил в одежде, сшитой из дикой верблюжьей кожи, этот человек, он питался медом и питался саранчой, простите, этот человек небритый, косматый был, такой, знаете, внешний, непрезентабельный, но Библия говорит, что слушать его приходили люди, тысячи людей издалека. Знаете почему? Потому что свет Божий оказывал, просвещал его. Давайте вам еще одно место из Писания прочитаю о нас с вами. Вот здесь написано, Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих, там написано, так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, что делали? Прославляли Отца Небесного. То есть, о каком свете идет речь, когда написано свет ваш? О свете Божьем. То есть, друзья, когда мы сталкиваемся с Богом, свет Божий неизменно, присутствие Божие неизменно осияет мою жизнь настолько, что люди говорят не, вау, какой ты классный, а люди говорят, слушай, слава Богу. Потому что они видят этот свет. То есть, свет Божий, Божье присутствие, оно должно оказывать влияние. Кто мне напомнит тему проповеди? Бог хочет, чтобы твоя жизнь сияла. Я уверен, кто-то из вас, когда я искал проповеду, ой, как приятно, ой, какая тема. Ай, хорошо, сегодня про меня. Нет, друзья, сегодня о нем, и о нем, и о нем, и мы всегда говорим о нем. Потому что, когда мы читаем, или я говорю о том, что Бог хочет, чтобы твоя жизнь сияла, Он хочет, чтобы в твоей жизни был Его свет. Слушайте, давайте я вам скажу так. Если сегодня взять, вот есть такие передачи, ну, до войны, по крайней мере, были. Помните, передачи, когда берут человека, там, зважение-то счастливее. Помните, там еще разные, краса за час, там, или что-то такое вот. Разные передачи, когда берут невзрачную какую-то женщину, идут ее, там, подстригают, там, делают макияж, спортзал, платье одели. Она такая, выходит все, говорит, вау, тебя не узнать, вау, ты такая, ты изменилась. Кто из вас знает секрет? Нет, она не изменилась. Слушайте внимательно, она не изменилась. Изменился внешний вид, но она не изменилась. Когда Бог меняет, друзья, Он хочет менять человека изнутри. И именно поэтому это тот свет, который видели люди, друзья, это не загар. Некоторые люди говорят, знаете, Моисей был высоко в горах, там в горах больше ультрафиолета. За сорок дней его лицо сгорело, поэтому он спустился, и люди видели солнечные ожоги на его лице. Есть такая теория. Тогда самые святые люди у нас, друзья, это покорители Эвереста. Это самые святые люди. Нет, соприкосновение с Богом изнутри дает человеку сиять. Оно включает это сияние. Оно тебя успокаивает. Оно дает тебе спокойствие. И поэтому Бог хочет, чтобы твоя жизнь сияла. О ком Он думает в этот момент? Да, Он знает, что придет благо и в твою жизнь. Но Он хочет, чтобы этот свет сиял перед людьми. Поэтому Он говорит, Евангелие от Матфея 5.16, Он говорит, так, да светит свет ваш перед людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославляли кого? Вас. За ваши добрые дела. Да? Бога. Потому что они видят Его свет. Знаете, я записал себе такую мысль. Одно из величайших огорчений или печалей Бога в наши дни, видеть, как Его дети живут не так, как Он задумывал изначально. Без этого света в жизни. Видеть, как дети Божьи оправдывают свой собственный образ жизни и свои взгляды на жизнь и истину Божью. Вы знаете, это самая печальная вещь. Знаете, как родители, вот у меня есть два сына. Старший 21, младшему 5. Я смотрю на старшего и, ну, мне на днях довелось, он учится, кто знает, он учится в университете, там, ну, в силу нашей миссионерской деятельности ему пришлось получить американский диплом, поэтому он вынужден учиться в Европе. Это не то, что наш выбор такой. Честно, по-человечески нам проще было, да, чтобы он жил с нами. Ну, просто по-человечески даже и приятнее. Знаете, не очень приятно, когда день рождения сына, и ты ему звонишь и по телефону мы видео включаем, и дарим ему подарок, потому что он не тут. Ну, поверьте, честно, не хочется. Поэтому он там. И на днях получилось, я там разговаривал с одним человеком, ну, продолжение его обучения. И я говорю, слушайте, а это пастор. Я говорю, знаете, могу там порекомендовать, это мой сын, но, говорю, не как сын. Он христианин хороший, он служитель, он служит вот три года там в Чехии, в Праге, он служит в церкви, в молодежном служении, там то-то, то-то. И знаете, мне так приятно говорить о нем. Не потому, что это мой сын, а потому, что я говорю о человеке, который я знаю, как он живет. Это круто. И знаете, у меня второй сын растет, и мне так хочется, я всегда смотрю, думаю, Господи, помоги мне воспитать и младшего так, чтобы я тоже гордился тем, как он живет, что ты будешь виден в нем, когда он вырастет. Вот я очень хочу этого. Есть такие родители тоже, которые этого хотят для своих детей? Я мечтаю. Я понимаю, как вы сегодня, сестра Галя, рады, когда говорят о Максиме о том, что классно, ну, приятно. Ну, давайте честно, что не приятно? Ну, приятно же. Потому что ты видишь этот свет, вы понимаете, свет Божий, не свою руку приложенную, а ты понимаешь, что, слушай, это Бог, это круто, это здорово. И, друзья, я думаю, что сегодня печаль Божья заключается в том, что многие верующие, мы не ходим с этим светом. Вы понимаете, почему он хочет, чтобы наше лицо сияло, чтобы наша жизнь сияла, не лицо даже, простите, жизнь, сердце наше сияло. Он хочет видеть этот свет, он хочет, чтобы мы были носителями его образа и подобия. Знаете, я такой вот, ну, маленькая, может быть, такая история, свидетельство. На днях Дима мне записывал, я там скидывал в чат, там личный, он сбрасывал сообщение. Мы все стараемся служить, и, знаете, в церкви мы ободряем людей. Служите, делайте что-то. И Дима, кто не знает, он мастер своего дела поликмахерского искусства, цирульного, цирульного искусства. И он, знаете, делает такую вещь, он ходит к военным, которые лежат в госпиталях, раненые, кто-то из них даже не встает, лежит, и он наводит красоту. Он приходит и стрижет их, просто служит таким образом, просто их стрижет, бесплатно, просто ездит. И, знаете, это так интересно было, он идет где-то время полодиннадцатого, уже там близко к комендантскому часу, к началу, и он записывает аудио. Это так классно, вы знаете, я сегодня так устал, но я их стриг. Это так здорово, это так хорошо, это так хорошо, я его слушаю, и у меня сердце радуется. Знаете почему? Внимание, не потому что Дима молодец, не потому что Дима сделал, не потому что, а я радуюсь, потому что я знаю, что он бы сам по себе, вот просто никогда бы не пошел этого делать. Я же его помню, когда он еще только в церковь пришел, помнишь, Дима? Только-только. Он ходил месяц или два месяца, я ему говорю, может, ты хочешь покаяться, он, ну, я пока послушаю. Я помню этот момент. И сегодня он радуется, он говорит, ааа, так классно, так здорово. И знаете, кого я вижу за этим? Бога. Кого я слышу? Бога. Чей свет я вижу? Бога. Почему? Потому что это сияние Божьего света, через его жизнь. Вы понимаете? И Бог хочет, чтобы через каждую жизнь его свет так же сиял. Аминь. Он хочет этого, он ищет этого, он ждет этого. Вы знаете, я огорчаюсь очень, когда мы ездим, другой пример, когда мы ездим в капелланские поездки, я огорчаюсь, когда мне говорят, да, какие ребята, вы молодцы. Я всегда говорю, ну, они молодцы, я говорю, вообще-то это вы молодцы. Почему я огорчаюсь? Потому что мне огорчительно, что они увидели в моих добрых делах меня. Потому что я бы этого сам по себе, скорее всего, бы не делал. Вот сам по себе, таким, какой я был раньше, я бы, скорее всего, не делал. Но вот когда ты понимаешь, что ты делаешь это, потому что это делает Бог, это прекрасно, это чудно. И я сегодня хочу как раз вот об этом, чтобы мы с вами говорили, друзья. Есть две причины, почему люди не светят этим светом. Две причины очень простые. Первая причина, мы не бываем в Божьем присутствии. А вторая причина, мы иногда бываем в Божьем присутствии, но воспринимаем это присутствие тщетно. Знаете, что такое слово тщетно? Впустую. Впустую. Помните, говорит, что ел, что радио слушал. Впустую. Смотрите, здесь написано, есть такое место из Писания. Второе послание Коринфянам, 6 глава, 1 стих. Написано, мы же как спаспешники. Что такое спаспешники? Суработники, то есть те, которые вместе. Умоляем вас, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами. Вы знаете, есть такая категория верующих людей. Людей, давайте не верую. Есть категория людей. Вот сколько ты ему не сделала, ему все мало. Помните вот этот самый известный? А компот? Помните, ему первое на стройке, алкоголику, тунеядцу. Ему первое. Ему шашлык. А он такой сидит и скажи, вот я думаю, он сейчас скажет, ой, спасибо. А он такой, а компот? И мне кажется, иногда мы такие люди бываем. Знаете, нам все не хватает. Уже Бог пришел, уже он с тобой говорил, уже все. А ты такой, э, а еще вот тут почесать забыли. Нет. Мы должны понимать, благодать, когда Бог приходит, когда приходит его присутствие. Друзья, в нем есть все, но нету одного. Бог не может заставить нас отражать, сиять этим присутствием. Он не может заставить нас, поэтому он говорит, пускай у вас это не будет тщетным. То есть, если ты был в Божьем присутствии, то пусть это Божье присутствие. Ну хоть на день, ну хоть на два, ну хоть на неделю, ну хоть на месяц, ну хоть на всю жизнь оставшуюся, пусть оно повлияет на тебя. Пускай будет видно, что ты с этим присутствием был. Знаете, меня очень радует и ободряет, когда ребята, которые выходят из центра реабилитации, вот я помню, мы с Сашей как-то ездили и рассказывали, и так, знаете, к слову пришлось, к военным, помнишь, я им рассказывал, говорю, давай, Саша, расскажи о себе, кто ты. И он начал рассказывать, какое у него прошлое в жизни. Слушайте, вы бы видели глаза этих военных, у них глаза округляются, они смотрят на него, и вот мне нравился этот ответ. Говорит, мы никогда в жизни, глядя на него, не сказали, что у этого человека больше 20 лет химической зависимости. Почему? Почему? Когда свет Божий приходит в жизнь человека, и он осияет его. Друзья, оно не должно быть тщетным. И вот это свидетельство, это свидетельство того, что оно не было тщетным. Потому что в чем отличие? Они смотрят на человека, слышат его историю, но смотрят на его поступки, и они говорят, это невозможно. Такого не бывает, такого не может быть. Но это может быть, потому что приходит Божье присутствие. Поэтому, друзья, две причины, почему мы не делаем. Одна причина, либо мы не приходим в это Божье присутствие. Нам нет до этого дела, нет до этого времени. Нам не до, как говорится, не на часе, как сейчас говорят, не на разе. Нет, это всегда на часе, это всегда на разе. И, друзья, чему учит нас Божье присутствие? Смотрите, я для себя записал такие пункты. Я люблю вдумываться в Слово Божие, когда я его читаю. Я прочту вам исход 34 главу, 29 стих. Всего лишь один стих, который мы читали с вами. Если бы сейчас был экран, мы бы там посмотрели. Когда сходил Моисей из горы Синая, две скрижали откровения были в руке у Моисея при его сошествии с горы. То Моисей не знал, что его лицо стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Обратите внимание, друзья, Бог с ним говорил, и в результате того, что с ним Бог говорил, что у него было в руках? Скрижали откровения. Вы знаете, мне всегда, когда люди говорят, ой, я читал Библию, такое присутствие Божье переживал. Я всегда говорю, и? Что и? Говорю, что Бог тебе сказал. А ничего. Слушайте, никогда в жизни, запомните, когда Бог приходит в его присутствие, он никогда в жизни не приходит просто так. Он приходит, потому что он что-то хочет изменить. Откуда я это знаю? Читайте, откровение Иоанна Богослова. Помните, Бог приходит в воскресный день присутствия, и Иоанн, как самый верующий человек, упал на лицо, лежит. Что ему Бог сказал сделать? Говорит, вставай, бери ручку и пиши. Данил, 21 день был в посте, приходит ангел, он увидел это видение, упал, все, в маргарин растаял. Что ему ангел говорит? Чего ты упал? Встань и пиши. И он начинает говорить, Бог никогда в жизни, когда он приходит в его присутствие, он никогда не приходит просто так. Вот почему, друзья, когда идет поклонение, не надо стоять вот так. Так, а что там? Куда пойдем? Потому что вы не понимаете, в этот момент Бог здесь, Он здесь, Он рядом с тобой. И Он хочет что-то тебе сказать. Он хочет, чтобы ты вышел из этого зала потом отсюда с какими-то откровениями. Вы понимаете, Он хочет, чтобы ты с каким-то результатом отсюда вышел. Он что-то хочет сказать в твою жизнь. Он чем-то хочет изменить твою жизнь раз и навсегда. А мы такие... О, согласен абсолютно. Хорошая шутка была. Так не о шутке же речь. Бог хочет говорить в твою жизнь. Почему? Потому что Он так хочет. Так с Моисеем это было, значит, и с тобой Он хочет, чтобы было. Итак, какие я беру для себя уроки? Первое. Бог хочет, чтобы ты видел Бога таким, каков Он есть, а не таким, каким мы хотим Его увидеть. Это уже понятно, правда? Моисей, поверьте, Моисей, знаете, есть некоторые люди, я заметил верующие, у них такая интересная реакция на проповедь. О, это как раз то, что я говорил. О, это как раз то, о чем я думал. О, это как раз все вот, вот все точку сказал, так как я прям вижу. У меня вопрос. То есть, как бы, все? То есть, ничего нового не будет? Знаете, есть такие иногда верующие. Вот, 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 все, что я говорил. А некоторые еще приходят. Пастор, вот я вчера именно об этом говорил. Вот, знаете, завтра я прямо об этом говорю. Вы в точку попали, то, о чем я завтра буду говорить. И все. А что нового? Вы, у меня вопрос. Вы что думаете, Моисей спустился с десятью заповедями, которые он и до этого знал? Нет. Божье присутствие. Никогда не умоляйте, никогда не надо думать о том, что в Божьем присутствии Бог настолько недалекий, что Он будет вам рассказывать то, что вы знаете. Да, Он иногда, иногда, подчеркиваю слово, иногда, Он может подтвердить какие-то вещи вам, но если все время Он вам их подтверждает, то у вас есть проблема. По-моему, вы не встречаетесь с Богом, потому что величайший Бог все время говорит вам о том, какой вы молодец и правильный, о том, что вы все правильно видите. В Библии написано, я читаю послание Тимофея, он говорит, слово Божье полезно для чего, кто напомнит, для чего? Для подтверждения. Какая-то неправильная Библия построванию у вас там. Там что-то исправлять надо, там корректировать надо, у меня все нормально. Понимаете, друзья, нет. Поэтому давайте мы научимся встречаться в Божьем присутствии с Богом, друзья, таким, какой Он, а не таким, каким мы хотим, чтобы Он был. Второй момент, я, кстати, вам хочу сказать, это серьезная терапия. Это серьезная терапия. Многим из нас нам эта терапия нужна, потому что, друзья, я одному человеку однажды сказал, говорю, слышишь, ты, говорю, Бог со мной говорит, Он не может, говорю, с тобой говорить, потому что ты блудник. Он не может с тобой говорить, почему? Нет, Он со мной говорит, говорю, нет, Он в Писании написал, что Он святой, Он не имеет ничего общего с этим. Говорю, да, да, вот так. Потому что иногда нам кажется, еще раз, что мы пытаемся вместить. Поверьте, я сейчас не хочу никого обличать. Если, возможно, у вас есть такая проблема, и вы знаете, что у вас есть проблема, послушайте, знаете, для чего я это говорю? Чтобы вы взяли и покаялись. Чтобы Бог с вами говорил все-таки. Но Он не будет менять, вы понимаете, Он хочет говорить, Он хочет прийти к нам таким, какой Он есть, короче, вот так. Второй момент, очень важный. Второй момент. Держать свое сердце открыто, невзирая на стесненные обстоятельства. Вы знаете, я уверен, убежден абсолютно, что 40 дней, 40 дней, кто постился когда-нибудь или пробовал, кто диету какую-то пробовал, на овощах, на кашках, на гречневой каше или на кефире. Вы когда-нибудь пробовали 40 дней пожить? Я не знаю, как вы, но для меня это стесненное обстоятельство. Реально стесненное. Для меня первый день уже стесненный. Я когда смотрю человека, который там говорит, я 7 дней только на воде. Честно вам признаюсь, для меня это просто супермены. Святой человек, серьезно, он по воде ходить может, вы понимаете, он летать на дне уже может для меня. Ты 4 дня на мясо не вытащил. У меня жена всю жизнь теперь об этом помнить будет, наверное. Ладно, короче, друзья, друзья, все. Второе, держать свое сердце открытым. Мы 40 дней, Моисею было не просто там на горе, но он держал свое сердце открытым. Вы понимаете, он держал фокус на Боге. Третий очень важный момент. Смотрите, он спустился, и Бог с ним говорил. Он принял водительство Божье. Знаете, он его серьезно принял. Смотрите, я могу доказать, что он его очень серьезно принял. Кто читал Библию, тот знает уникальную историю. Моисей 40 дней пробыл на горе, преображение, ну не преображение, простите, на горе с Богом. Он пробыл 40 дней. Он спускается с крижалями. Кто помнит, что он встречает в стане Израиля? Идолопоклонство. Идолопоклонство. Они себе тельца вылили. Говорят, так Моисей, долго тебя не было, Бога не было. Ну, нам же надо было кому-то поклоняться. Что делает Моисей? И, внимание, это все в один день. Он разбивает эти скрижали. И знаете, куда его Бог зовет опять? На следующие 40 дней на гору. А теперь, внимание, почему я знаю, что он принял водительство Божье. Смотрите. Это очень серьезно сейчас. Ну, по-взрослому только отнеситесь. Потому что обычно во время проповеди мы такие моменты пропускаем мимо. Мы пропускаем их. Смотрите. Слушайте. Бог сказал Моисею 10 заповедей. И там одна из заповедей была. Да не будет тут первая заповедь. Да не будет у тебя других богов перед лицом моим, кроме меня. Знаете, да, об этом? Первая заповедь. Не делай себе изображение и так далее. И смотрите. Моисей спускается в стан израильский. Два миллиона человек сделали себе тельца. И у Моисея есть выбор. Либо вот эти 10 заповедей. Либо уважение, потерять уважение двух миллионов человек. Вы понимаете, что он серьезный вызов бросает? Он бросает вызов обществу. Он не просто сказал, вы плохие. Он разбил этого тельца. Он сказал сжечь этого тельца. Его родной брат был при этом, при всем. Аарон, Мариам, его родная сестра. Вы понимаете, что он настолько принял эти 10 заповедей в свою жизнь, что он решил, что я лучше потеряю уважение двух миллионов человек, но я сохраню эти 10 заповедей. Друзья, вам не кажется, что это круто? Вам не кажется, что сегодня это нужно? Вам не кажется, что мы сегодня, рискуя, иногда зная, что как на нас потом посмотрит этот человек, мы отказываемся, мы говорим, не, ну, 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 как бы я же не хочу, ну, что же я буду, потеряю вот этого человека. Да какая разница? Пока ты не хочешь потерять уважение этого человека, иногда ты рискуешь потерять водительство Божье. Смотрите, Моисей, он разбил эти 10 скрижалей. И он говорит, ребята, что-то с вами не так. Он уничтожил тельца, и он опять идет на гору. Он принял. И именно поэтому Бог его использовал для того, чтобы вести целый народ. Вы знаете, я знаю, есть много людей, которые мечтают о большой судьбе, но я вам хочу сказать, вы ровно настолько, ваша судьба будет велика, ровно настолько, насколько вы не готовы зависеть от угождения другим людям. Вы знаете, для меня лично, вот как для, не для пастора, как для человека, каждая проповедь здесь, это такой определенного рода вызов. Почему? Потому что я понимаю, что иногда я могу проповедовать, что-то сказать, кто-то сказать, так, короче, развернулся и ушел. Здесь же никто у нас не держит, у нас же заметили, нет ключей на дверях здесь, решеток нет. Церковь, это же добровольно, приходи. Твой вопрос, твой выбор. А знаете, бывает иногда из церкви кто-то уходит, и первый вопрос, добрые люди приходят, говорят, может, ты сделал что-то не так? Я говорю, может быть, я и сделал что-то не так. Говорю, ну меня это, если честно, не сильно волнует. Ну меня волнует, если я обидел человека, я пойду попрошу прощения. Если я оскорбил человека, я извинюсь. Но если я знаю, что я поступал по Слову Божьему, и человек не хочет этого, это не моя проблема. Я не буду носить рюкзак за спиной с этой проблемой, нет. Потому что, друзья, либо ты принимаешь Божье водительство и угождаешь Богу, либо ты угождаешь людям, и тогда ты не принимаешь Божьего водительства. Вы знаете, я в своей жизни, у меня была такая история, я сейчас рассказываю мне какие-то фантастику. Я вам приведу пример. Знаете, кто был подростком? Подростком был? Все были, да? Кто помнит, что такое для подростка, когда тебя порицают твои сверстники? Правда? На всю жизнь иногда. Я пришел к Богу в 19 лет. И знаете, в 19 лет я услышал о том, что там, например, пить не надо. Ну, то есть многие вещи, которые как бы общие для христиан. А у нас каждый день они отмечают. Там праздников, знаете, сколько? Вы что, третий вторник месяца, четвертый вторник месяца. Там каждый день праздник. И вот, знаете, ты садишься и вся тебе говорят, ты что, странный, ты что, больной? Я все время думаю, почему больной? Ну, вот почему сразу больной? Ну, вот почему именно больной? Ну, почему вы не скажете, спортсмен? А я тогда еще спортом так активно занимался. Думаю, неужели они похожи на спортсмены? Я не похожа. Ну, все, знаешь, больной, да? Знаешь, сразу, ты что, больной? Что с тобой не так? Ты не пьешь. А знаете, как для подростка это слышать? И вот этот момент, я помню, я говорю, слушай, я не больной, я не спортсмен. Я верю в Бога, и поэтому то-то-то. Взгляд вот такой, знаете. Не надо ходить другим путем, потому что это для меня, это была моя цена. Вы знаете, для меня это была моя цена. И это была цена моего водительства. Это была цена моего водительства. Моего хождения за ним, понимаете? Можно было, знаете, что Моисею можно было, сделать можно было прийти внимание как можно было сделать тихонечко спрятать скрижали лицо накрыть покрывалом прийти сказать юлия васильевна слушай ну ты уверена что там с этим телецом вы не перегнули палку на не на может до вас рассвета вы как думаете завоевал мнение большинства провели референдум общим решением сожгли тельца достал заповеди скал а вот заповеди смотрите как классно да смотрите и ни с кем не поссорился и как бы бога послушал так не выйдет друзья и нашему вашим за копейку не надо плясать либо ты с богом либо ты нет и надо это понять 4 очень важный пункт который я вижу в этом мудрость видеть мир вокруг нас научиться видеть мир вокруг нас таким каким его сотворил бог любить людей божьей любовью уметь не существ не сосуществовать с людьми а почитать их почитать других выше чем самого себя служить людям взглянуть взглянуть вы знаете я скажу вам как пасту у меня иногда честно признаюсь иногда ну приходится пить валерьянку да почему друзья потому что иногда я не могу понять мой мозг отказывается понимать как можно будучи верующим не любить людей как можно будучи верующим продолжать смотреть на мир и на людей вокруг себя мирскими стандартами я не понимаю этого я я понимаю о том что я здесь знаете у меня любимое место из писания золотой мой стих из библии первое послание она 3 глава 16 стих нет не евангелие первое послание она там написано любовь познали мы в том что он положил за нас душу свою и внимание написано и мы никто не любит этот стих я никому ничего не должен нет дружище ты должен и если ты принял любовь божью то ты в по уши в кредит в лес кредит любви и божьей ты по уши в него в лес и ты должен то есть когда я должен я до покаяния своего рода идите вот своей дорогой идите я себе делаю свое вы себе свое а что что ну что мы принимаем когда мы принимаем христа он говорит и вы должны теперь любить людей то есть научиться воспринимать этот мир не таким каким он да кто ты такое чтобы не говорить да как библии написано почитай ближнего своего как выше самого себя вообще-то почитай выше выше когда христианин говорит да кто ты такой в этот момент он говорит ты никто значит чего он не принял он не принял того как бог смотрит на этот мир вы понимаете еще раз моисея спустившись с горы он посмотрел на своего родного брата на свою родную сестру на свою семью на своего тестя на своих родных близких на всех людей с которыми он прошел крым и рым он посмотрел на них по-другому и он сказал послушай я не могу жить так как вы мне нужно начать жить по-другому друзья история моисея это не о пасторах это не о лидерах это о каждом из нас с вами сегодня о каждом из нас с вами иногда знаете есть некоторые верующие чтобы не выделяться из коллектива они бухают чтобы не выделяться из коллектива чтобы не потерять вот этот знаете один я помню как-то рассказал ты понимаешь я прихожу и я помню даже один священник однажды слушал проповедь я вообще меня волосы дыбом стояли он говорю примерно такая я прихожу к военным в землянку они налили по эти 50 грамм что я буду обличать здесь я с ними сяду и выпью я не выпью пейте какая проблема они меня спросят а ты чего не пьешь потому что я христианин потому что для меня это не нужно я и так радостный хотите еще вас развеселю друзья мы должны с вами научиться понимать что христианин быть христианином это быть отделенным от этого мира и отделенным для бога это принцип святости принцип освящения мы сегодня об этом бум на библейской школе говорить если у вас с этим проблема останьтесь пообщаемся и пятый пункт принимать и жить в откровении божьих благословений как вы думаете когда давайте так ладно помечтаем разве это не круто ты выходишь все смотрят это у тебя лицо светится не побито а светится разве это не благословение и знаете моисей принял это он начал жить он сросся с этим благословением он сросся с богом он стал божьим он стал божьим и мне это нравится мне нравится эта история итак друзья давайте прочитаю вам ефесянам 5 глава 8 стих она с вами как раз написано вы были некогда тьма кто может о себе такое я считаю тьма был честно хоть я ничего плохого и не делал людям как я считал когда мы все неплохие да а теперь смотрите он говорит а теперь свет в господи поступаете как дети света он говорит теперь вы свет Вы свет Вы свет И он говорит, поступайте, то есть живите теперь, как дети света. Друзья, когда Бог просвещает своим светом наше сердце, Он хочет, чтобы мы жили по-другому. Вы понимаете, Он этого хочет, Он в этом нуждается, Он этого ищет. Он этого ищет. Знаете, один из людей, которым я, повторюсь, людей, ну тут я не берусь в вопрос его доктрин там и так далее, это отдельная тема, но был такой человек, Жан Кальвин, может быть, кто-то слышал из вас, его называют тоже отец Женевской реформации, так же, как Мартин Лютер, что было примечательного в его жизни? Он приехал в швейцарский город Женеву. Чтобы вы понимали, в то время швейцарский город Женева – это дыра, это яма. Это сборище проституток, убийц, бандитов, короче, кого хочешь. И вот кто из вас скажет сегодня, что Швейцария – это страна бандитов, проституток и убийц, воров? Да сегодня швейцарские банки – это признак надежности. Швейцарское качество – это все топ. Вы знаете, что все это произошло благодаря Жану Кальвину? Потому что свет, который сиял в нем, он принял решение, попав в эту яму, он принял решение быть светом, быть детем Божьим в этом всем деле. Вы знаете, что первые городские налоги придумал он по принципу десятины и так далее. Он… Все шли в церковь, все шли в церковь. Группы прославления в современном виде, как они есть, придумал он. Лавочки в церкви придумал он. Много вещей, друзья. Страна изменилась, город изменился. Его стали называть пастором города. Он был. Но это было, друзья. Он больше, чем мэр был. Почему? Свет Божий, он сиял в его жизни. Знаете, некоторые люди, некоторые люди, они живут так, и печаль в том, что верующие люди, некоторые живут по принципу такому. Соседи говорят, глаза мои тебя. Это не похоже. Смотрите еще раз. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как дети света. Бог хочет этого. Он ждет этого, он ищет этого. Как Бог может осиять? Я заканчивать буду. Как Бог может осиять твою жизнь этим светом? Каким образом это происходит? Как этот свет может проникать? Я хочу вам прочитать одно место из Писания, Псалом 33, 6 стих. Мне он очень нравится. Ну вот люблю прямо его. Вы его знаете. Кто обращал свой взор к нему, те просвещались. И их лица не постыдятся. Друзья, даже если, слушайте, даже если ты живешь в самой отвратительной месте мира, отвратительное, отвратное место мира, если ты обращаешь свой взор к нему, и он просвещает своим светом твое сердце, ты не будешь в постыжении. Будешь ли ты в непонимании? Да. Будешь ли ты в каком-то, может быть, иногда даже отторжении? Возможно. Возможно. Но ты никогда не останешься в постыжении. Рано или поздно ты обязательно будешь побеждать. Это принцип. Поверьте, я уже давно это понял. Я вот буквально вчера с одним пастором, с другом моим общался. Я говорю, ты знаешь, наша проблема, наверное, вот просто по-человечески, как верующих людей, мы иногда просто чуть-чуть не дожидаемся. Мы хотим, чтобы все было чуточку быстрее. Знаете, я убедился, иногда, как пастор, ты сталкиваешься, приходят люди, которые говорят тебе пастору, вы не правы. И раньше я как-то так реагировал на это. Типа, что это я не прав? А теперь говорю, хорошо, окей. Ну, не прав, хорошо. Говорю, подождем. У нас есть любимая фраза с женой. Говорю, подождем. Подождем. И потом ты ждешь год, два, три, четыре, пять, а потом через пять лет приходит этот человек и говорит, у меня все плохо. Я говорю, у меня все хорошо. Знаете почему? Если ты стоишь на Божьих принципах, вначале будет казаться, что ты проигрываешь. Но потом, со временем, Бог всегда сражается за свою истину. Он стоит за свою истину. Он сделает так, что его истину он возвысит, чтобы она сияла. И если ты стоишь на этой истине, то там где-то рядышком поставят и тебя. Не для того, чтобы ты гордился, а для того, чтобы ты понял сам, что лучше жить на путях истины, лучше остаться. Вот лучше быть несправедливо, когда тебе относятся. Поверьте, я знаю, что это такое. И это неприятно. Поначалу, но потом, но потом. Это всегда вот так круто. Ну вот смотрите, я приведу вам простой пример. В Советском Союзе была такая штука. Кто помнит, были такие аудиокассеты. Кто еще помнит? Странные предметы, которые некоторые люди смотрят сейчас на них. Дети, вот у меня Артурчику покажешь, он такой, что это такое? Аудиокассеты. И кто помнит, у нас был Советский Союз, чем отличался тогда? Он был закрыт. И нелегально тогда привозили БАСФ, помните, вот эти вот названия там, ТДК, кассеты классные, хорошие. У них была пленка, хорошая запись, долгая. А у нас было наши там, свема, или какие они еще там, МК-60, наши кассеты. И вот смотрите, друзья, какая интересная была штука. Советский Союз, внимание, запрещал ввозить кассеты, всячески запрещал. Это фарцовка там, срок за это давали, на секундочку. В тюрьму садили. И они говорят, это кооперация, частный бизнес там, ну все, это нельзя было делать, только наши кассеты. Смотрите внимательно. Их запрещают ввозить, цен нету, легально невозможно достать, все. Но закрыли все доступы, внимание, все доступы закрыли. Сделали такие цены, чтобы были просто из-за этого, ну заоблачные. И вот тут наши кассеты выбрасывают на рынок. И цена такая плевая. Ну прям вообще, ну бери просто, ну бери и покупай. И люди вначале начали покупать, а потом они пару раз послушали, и выкидывают их. И выкидывают их. И слушай, под угрозой срока идут и ищут эти кассеты. Почему? Что в них такого? Кто скажет? Качество. Так вот послушайте, когда ты с Богом, у тебя есть качество. У тебя есть качество. И если даже сегодня все абсолютно перекроется, все перекрылось, просто подожди. Потому что каждая природа, каждая вещь, она будет по-своему видна. мы иногда, еще раз говорю, мы иногда в погоне за какими-то внешними признаками, друзья, мы иногда теряем, мы не хотим, мы отказываемся от этого света. А Бог говорит, я хочу, чтобы твоя жизнь сияла. Так каким же образом это может произойти? Первое, друзья, смотрите, кто обращал взор к нему? У меня вопрос к каждому из нас. А в какую сторону смотрит сегодня твоя жизнь? Вы знаете, что есть много верующих людей, которые, знаете, такие, я верю в Бога, но если что, я сбегу. Подальше. Я сбегу. Куда смотрит твой взор? Знаете, я как-то общался с ними. Даша, ничего личного, все в порядке, я очень уважительно отношусь. Еще раз говорю, у каждого человека есть его право, куда ехать. Вообще без проблем. Я вообще не вижу в этом проблемы. Почему? Объясню вам, друзья. Мы никто никогда не сталкивались с войной лицом к лицу. И послушайте, никто не имеет права сказать другому человеку, ты струсил. Какая разница? Ну, слушайте, а что? Я тоже что-то могу, но если мне кто-нибудь сейчас пистолет в глаз засунет, я не знаю, как я буду реагировать. Вы что, знаете, как вы будете реагировать? Я не знаю. Но я не в курсе. Поэтому я вообще без проблем. Но я не очень понимаю иногда людей, которые говорят, знаете, когда началась война, надо бежать, там бабло. Вот у меня всегда вопрос такой, знаете, ты держишь нос по ветру. О, сегодня там бабло, пойду туда. А потом такой, а нет, сегодня тут бабло, пойду туда. В какую сторону ты смотришь? Знаете, кто обращал свой взор на него? Вы понимаете, что это не всегда выгодно? Например, в Советском Союзе за веру в Бога садили, до 25 лет давали. Но люди обращали свой взор к нему. Куда ты смотришь сегодня? Это серьезный вопрос, на который нам предстоит отвечать для себя. Поэтому, если ты хочешь переживать Божье присутствие, чтобы твоя жизнь была наполнена светом, пусть твое лицо будет обращено туда, где есть свет. Туда, где есть свет. Второй момент. Взор. Что такое взор? Кто обращал свой взор к нему? Взор – это наши глаза, это то, как мы видим. Вы знаете, что мы воспринимаем мир таким, какой он есть. Дальтоник говорит, в нем нет красного. Человек с близорукостью говорит, все люди, как размытые деревья. Тот, кто дальнозоркостью страдает, говорит, какие муравьи, где ты их видишь? Он их не видит. Понимаете, взор, друзья, это то, как мы смотрим. Я себе записал такую интересную мысль. Принимай Божий взгляд на жизнь и его мнение, а не истину Божию, как интересное дополнение к своему мнению. Есть некоторые люди, которые, мы как на тренинге приходим к Богу, мы приходим к Господу, а что там я еще не знаю новенького? А Бог говорит, знаешь что? Он говорит, ты вообще ничего не знаешь на самом деле. Вы знаете, что единственный способ, как можно принять что-то от Бога, это признавать о том, что ты ничего не знаешь. И чем ты старше становишься, тем больше ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. Ты реально ничего не знаешь. Никто из нас с вами ничего по-настоящему не знает. Это единственный способ, как мы можем приходить к Богу. Господь, как ты видишь вещи? Помните, как с Еремией он говорил, что ты видишь? Третий вопрос. Ищи Бога во всем и его позицию, а не выгоду для себя или свой смысл. Смотрите, кто обращал свой взор к нему, что значит обратить? Это убрать свой взор с того, что волнует тебя. Посмотреть на него, под его углом, под его экспозицией, сквозь его перспективу, смотрите, не выгоду для себя. А мне это выгодно или не выгодно? Я вам скажу честно, признаюсь честно, верить в Бога по-настоящему никогда, ни в какое время, ни в какой период истории, ни при каких условиях не было и не будет никогда выгодным. Слышите меня? Это не выгодно. Это не выгодно в этой жизни. А потом очень выгодно. А потом это очень выгодно. В конце жизни это очень выгодно. Вы знаете, что большинство людей в конце жизни пишут мемуары? Им стыдно за то, как они жили. Поэтому, если ты хочешь по-настоящему жить, попробуй жить так, как живет Бог. Это будет невыгодно, но зато это будет интересно. И последний пункт, как принимать Божий свет, будь готов и открыт к Божьей трансформации, ни к полезным советам, ни к полезным идеям. Меня всегда удивляет фраза, когда люди говорят, «Пастор, я вас услышал». Раньше наивный, я думал, фраза «я тебя услышал» это что-то значит, оказывается. А потом говорю, что ты имеешь в виду, что ты услышал меня? Ну, я вот этот ваш совет, я услышал. Я говорю, да я тебе не давал никаких советов. Я тебе просто сказал, что ты ничего не знаешь и просто вообще живи по-другому. Какие советы, о чем ты говоришь? Мы воспринимаем, друзья, мнение других людей как советы. Вы в курсе об этом? Кто воспринимает мнение других людей как советы? А что такое совет? Это дополнение к тому, как я думаю. Есть такая интересная задача. Кто знает задачи девять точек и четыре линии? Кто знает? Знаете эту задачу или нет? Вот вам дают девять точек. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Квадрат такой из девяти точек. Попробуйте соединить четырьмя линиями, не отрывая руку от бумаги. Все девять точек. У вас, скорее всего, не получится. Вот точно так же, друзья, и Бог. Если ты будешь пытаться в этом квадрате, там решение, ну секрет, давайте открою, секрет, там одну из линии надо вывести за пределы квадрата. Если ты не выведешь за пределы девяти точек, ты никогда не решишь эту задачу. Никогда. Ее невозможно решить внутри этих девяти точек. Так вот иногда мы, мы воспринимаем откровение Божье внутри своих девяти точек и все время, что у меня ничего не получается. Да потому что, друзья, для того, чтобы у тебя что-то получилось, тебе нужно принять, что ты на самом деле готов изменить свою жизнь. Скажите мне, пожалуйста, жизнь Моисея до этих сорока дней, жизнь Моисея после этих сорока дней, она той же самой была? Уже нет. Мы видим о том, что он сам удивился. Вы знаете, что Моисей не знал, что его лицо сияло? Он не знал. Откуда я это знаю? Потому что, когда он спустился с горы, все видели, а потом, кто помнит, что начал делать Моисей? Он начал закрывать покрывалом. Моисей не знал, что его жизнь изменилась. Он не знал этого. Только тогда, когда другие люди начали говорить, слушай, ты слишком сияешь на нас, слишком ярко, убери, Моисей. Некоторые люди, наверное, начали видеть, а, он Моисей идет, видим, солнце светит ночью. Пойду другой дорога. Они начали обходить Моисея. Он их доставал уже своим светом. Он вынужден был покрывала одеть себе на лицо. Так вот, я вам хочу сказать, друзья, пускай Бог, он, если вы действительно хотите, чтобы его свет сиял, чтобы ваша жизнь сияла его светом, будьте готовы измениться. Будьте готовы измениться. Надо потерять. Я потеряю. Надо не получить. Ну, не получу, значит. Ничего страшного, но зато потом, в конце, Бог, вы увидите, Он никогда не оставит тебя в проигрыше. Я написал себе так, в конце. Всегда помни, присутствие великого и всемогущего Бога никогда не должно проходить и никогда не пройдет бесследно в твоей жизни. Бог обязательно, Его присутствие обязательно наполняет твою жизнь чем-то другим. Я хочу вам сказать, кто-то спросит, а чем другим? Вы не будете, поверьте, вы не будете яблоки перемещать силой мысли. Нет. Так не будет. Знаете, что изменится в вашей жизни? Вы станете добрым, вы станете любящим, вы станете понимающим, вы станете, вы научитесь ценить, вы научитесь уважать, вы станете человеком. Человеком с большой буквы. И тогда люди, сталкиваясь с вашей жизнью, они скажут, слава Богу. И это для вас будет наивысший комплимент, поверьте. Давайте каждый склоним голову и мы будем молиться сейчас. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа Божия, мы сегодня благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы величаем Тебя, мы благословляем Твое имя, мы превозносим Тебя. Господь, мы просим Тебя, сегодня была такая непростая проповедь, но Господь, Ты, Духом Твоим Святым, был здесь сегодня, с нами. И я верю, я знаю, Господь, что Ты сегодня можешь совершить гораздо больше того, о чем мы просим или помышляем. Дух Святой, Ты животвори это слово в сердце каждого из нас, в наших сердцах, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.